Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей. С вами Егор Матаев. Начну с главных тем. За прошедшую неделю в регионе от присасывания клещей пострадали 163 человека, 80% из них во время сбора грибов. Барнаульские волейболисты университета выиграли все матчи домашнего турнира Кубок Победы. Как проходили игры, узнаете в выпуске. Молодежный театр Алтая имени Валерия Золотухина готовится к открытию 63-го творческого сезона. О премьерах этого года расскажем далее. 63 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировано в Алтайском крае за минувшие сутки. При этом выздоровело 87 человек. Также зафиксировано 4 смерти, 2 из них из-за коронавирусной инфекции. Все же в крае больше 12 тысяч инфицированных, из них больше 11 тысяч выздоровели. Сейчас лечение проходит 902 человека. В госпиталях находится 796 пациентов, еще 106 амбулаторно. Тяжелобольных 113 человек на аппаратах ИВЛ-53. Всего за период пандемии скончались 382 человека. Алтайский край выполняет текущие целевые показатели по переселению граждан из аварийного жилья и по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вопросы социально-экономического развития региона в Сибири были рассмотрены на совещании под руководством заместителя председателя правительства России Марата Хуснулина и полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Миняйла. В режиме видеоконференц-связи губернатор Виктор Томенко представил информацию о положении дел в Алтайском крае. Так, на сегодня в регионе выполнены целевые показатели федерального проекта «Жилье». По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на данный момент закончено более 80% запланированных работ. После продолжительной болезни скончалась основатель факультета искусства Алтайского госуниверситета, доктор искусствоведения, профессор, член Союза художников России Тамара Степанская. Она родилась 11 декабря 1939 года в городе Свободном Хабаровского края. В 1962 году окончила Иркутский государственный университет. С 1964 года проживала в Барнауле. В 1991 году Степанская организовала и возглавила кафедру мировой художественной культуры ВАГУ. Является почетным профессором этого университета, а также лауреатом Демидовской премии. О дате и месте прощания с преподавателем станет известно позже. Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае. По данным синоптиков, до 12 сентября в утренние часы местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Управление МЧС России по Алтайскому краю отмечает, что осенние месяцы отличаются неустойчивой погодой. Дождливые дни сменяются ветренными, а потепление – похолоданием и заморозками. Прежде всего, следует обратить внимание на пожарную безопасность. Также с наступлением холодов на электросети ложится возросшая в разы нагрузка. Необходимо проверять исправность электрической проводки, розеток и выключателей, особенно в подсобных помещениях. Также не следует оставлять без присмотра включенные электроприборы. Это электроплиты, обогреватели, кипятильники и т.д. Несмотря на похолодание, активность клещей не снизилась. За прошедшую неделю в регионе от присасывания пострадали 163 человека. Всего же в крае с марта этого года в поликлинике с жалобами на клещи обратились почти 10 тысяч человек. У 18 из них подтверждено заболевание клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у 4 детей. По данным регионального Роспотребнадзора, за последнюю неделю 80% людей пострадали от присасывания клещей при сборе грибов. Поэтому стоит помнить элементарные правила безопасности. Носить при выездах на природу защитную одежду, регулярно проводить осмотры и применять репелленты. В случае присасывания клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в поликлинике по месту жительства. Жители Алтайского края смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ. Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями распределит тест-мобили в пяти городах региона с 19 по 22 сентября. Тест занимает всего 10 минут, но показывает предварительный результат наличия вируса с точностью 99%. Давайте посмотрим, где будут располагаться тест-мобили. Итак, 19 сентября с 12 до 18.00 в Бийске на парковке рядом с ТЦ «Ривьера». В Рубцовске у ТЦ «Марьера» проспект Ленина, 58. 21 сентября с 12.00 до 18.00 в Заринске на парковке рядом с торговым центром «Палата». А 22 сентября с 12.00 до 18.00 в Барнауле на площади Советов. В Новоалтайске в то же время на парковке рядом с торговым центром «Магнит» по адресу 7 микрорайон 3А. В Алтайский край прилетели почетные гости праздничных мероприятий, посвященных юбилею Германа Титова. Подробнее из села Полковниково расскажет мой коллега Глеб Полянский. Он сейчас с нами на связи. Глеб, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Сегодня в селе Полковниково на родине, на малой родине нашего знаменитого земляка, второго космонавта планеты, героя Советского Союза, Германа Степановича Титова, отмечают его юбилей. Со дня рождения его исполнилось в 85 лет. Также в этом году отмечается 55-летие его мемориального музея, который находится здесь, в Полковниково. И, кроме того, 59 лет со дня его знаменитого полета в космос, когда он преодолел в общей сложности более 700 тысяч километров. Также он был первым человеком, который делал снимки из космоса, фотоснимки. И сегодня в гостях музея приехали из Москвы, во-первых, дочь космонавта Татьяна Титова и исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев. Сам герой Советского Союза и Российской Федерации. Космонавт был в космосе 6 раз и во время пребывания на станциях «Мир» и Международной космической станции сделал тысячи снимков нашей планеты. И сегодня десятки этих фотографий экспонируются в музее Германа Степановича Титова. Также сегодня здесь в гостях губернатор Алтайского края Виктор Петрович Томенко, представители законодательной, исполнительные властей Алтайского края и почетные гости. Подробнее об этом расскажем в ближайших выпусках новостей. Коллеги. Глеб, спасибо. Ждем вас в редакции. А прямо сейчас к новостям спорта. Три из трех. Барнаульские волейболисты университета выиграли все матчи домашнего турнира Кубок Победы. Как проходили игры и что дальше ждет местную команду? Смотрите далее. В столицу Алтайского края после длительного перерыва вернулся большой волейбол. Кубок Победы проводился параллельно в нескольких городах. Барнауле, Ярославле, Грозном и Екатеринбурге. Все команды из высшей лиги А поделены на четыре квартета. По итогу встречи победители каждой группы сыграют между собой. Команды, занявшие вторые места, также встретятся друг с другом. Волейбольный клуб университета держал три победы из трех. И тем самым отправится на главный финал. Я ожидал, что начальный матч, то есть первая, а может быть вторая. И будем накатывать. А у нас получилось немножко наоборот. У нас первая игра вроде как получилась более-менее неплохая. Потом хуже и хуже. То есть совсем не полетела подача. То есть упрекнуть ребят в том, что они там чего-то не хотели, или нет желания. Либо ребята, как я вижу, я же не первый год с ними работаю. Как бы все в порядке. Есть настрой, есть желание. Но пока, скорее всего, нужно еще какое-то время, чтобы приобрести вот ту нужную форму. Первый матч барнаульцев состоялся против питерского автомобилиста. По итогу уверенная победа хозяев 3-0. По второму туре был принципиальный соперник – новосибирский «Локомотив-2». В этой же встрече партии шли на равном, но удачнее оказались вновь волейболисты университета. Победа со счетом 3-0. После этого барнаульцы обеспечили себе выход в большой финал, однако хотели порадовать своих болельщиков на трибунах, которых собралось много – 25% от общей наполняемости зала. Игра против пермской камы стала самой сложной. Проигрывая по партиям 2-1, университет собрался и сделал камбэк. Тяжелая и трудная победа хозяев площадки – 3-2. Я недоволен, я недоволен в первую очередь не результатом, а пока еще мы не показываем ту игру, на которую планируем выйти. И еще вот этот турнир показал, что очень много работы еще у нашей команды. Нам надо и сыгрываться, надо кое-что где-то немножко подработать. Но турнир получился хороший. Впереди главные игры у волейболистов университета. Второй этап состоится с 17 по 20 сентября. А вот где будут проходить финальные встречи, пока неизвестно. Все будет зависеть от сыгранных матчей в других зонах. Однако известно точно – барнаульцы сделают все возможное, чтобы привезти домой золотые медали. Егор Матаев, Дмитрий Дроздов, Алексей Шаульский. Новости. И к новостям культуры. Молодежный театр Алтая имени Валерия Золотухина готовится к открытию 63-го творческого сезона. В продаже появились билеты на спектакли в сентябре и октябре. Откроет сезон «Трагедия Гамлет» по Уильяму Шекспиру. Премьера спектакля режиссера из Москвы Татьяны Безменовой состоится 24 и 25 сентября. А 3 и 4 октября зрителям представят семейную историю «Временно недоступен». Спектакль о том, как дети-подростки с отцом переживают внезапную смерть матери, поставила режиссер из Новосибирска Анна Зиновьева. 11 и 25 октября состоятся премьерные показы драматического экшена «Кидо» молодого драматурга Александра Липовского. 17 и 18 октября можно будет увидеть уличную притчу «Месье Ибрагим и цветы Корана» Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер этой пьесы – артист молодежного театра Алтая Андрей Воробьев. Кстати, помимо премьер «Осенью МТА» представят и свои лучшие спектакли. С афишей можно познакомиться на сайте театра. На этом у меня все. С вами был Егор Матеф. Я желаю вам отличного дня и прекрасных выходных. До встречи в эфире.